Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Google Sheets в Viber. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Google таблиц в другие системы. Например, в Viber получать уведомления про данные по заказам из Google Sheets, чтобы всегда вовремя на них реагировать. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Теперь необходимо указать действие, загрузить новые строки. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и продолжаем настройку. Теперь необходимо указать файл и лист Google таблицы, из которой будут передаваться данные. Также укажите, с какой строки будет происходить выгрузка данных. Если у вас в таблице, например, 1000 строк и вы хотите начать загрузку с последней из них, то вам необходимо указать в этом поле цифру 999. У меня в таблице находится одна строка, поэтому я ставлю единицу. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Viber. Теперь необходимо указать действие «Отправить сообщение». Теперь необходимо подключить ваш Viber к системе Apex Drive. Обратите внимание, что Viber должен быть установлен на компьютере. Для того, чтобы подключить Viber, нажмите на логин нашего паблик аккаунта. Далее необходимо скопировать строку для подключения ViberBot и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили сообщение об успешном подключении, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке активной аккаунты, выбираем его и продолжаем настройку. На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет отправляться в Viber. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в поле данных и выбрать ее из выпадающего списка. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, кликаем Продолжить. На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем Отправить тестовые данные в Viber. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok